Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Общее воскресение, предваряя от гроба, восставил Иси Лазаря, Христе Божий наш. Заключительные слова символа веры. Я верую в воскресение мёртвых и жизни будущего века. И вот, к сожалению, поверить в то, что мёртвый может воскреснуть, человеку трудно. Мы постоянно сталкиваемся с неотвратимостью смерти и с тем, что невозможно её преодолеть. Поэтому человеку, постоянно видевшему, что смерть забирает то одного, то другого, безвозвратно, трудно поверить, что может быть путь обратно. Но вот Господь хочет, чтобы мы все с вами поверили в Его воскресение. «Ибо Он, воскреснув, совоскресит и нас с вами». И вот, прежде чем выйти на свой крестный путь, который приведёт его на страдания, на Голгофу, Господь даёт нам такое знамение, чтобы мы не сомневались с вами в том, что есть жизнь вечная. К сожалению, у многих людей есть сомнения в жизни вечной, даже среди ходящих в храм. Люди как-то себе не могут это принять. Уяснить человеческий ум это таинство не может. Тем более, когда человек подвержен тлению уже, то как это он может воскреснуть? Посему Господь медлит идти в Вифанию, где живут сёстры Марфа и Мария, и где похоронен их брат Лазарь, с тем, чтобы люди, ставшие свидетелем этого удивительного чуда, они покрепче запомнили бы и отвергли бы всякие сомнения в словах Христа. Ну, некоторые этим изумились и вразумились. Кто-то только изумился, но ничем не вразумился. А кто-то вообще это пропустил мимо своего внимания. У людей всегда есть некие вещи, для них более важные, непосредственно касающиеся их жизни. Ну вот, если землепашец, для него важно, какая погода, какая земля, какие прогнозы, какой урожай, потому что от этого будет зависеть, как он сможет прожить весь следующий год. Вот. Ну и так у каждого человека. Ум заполнен теми делами и проблемами, которые перед ним возникли в его земной жизни. А небесное, оно отодвигается на второй план, потому что оно сейчас ненасущно. Вот. Вот. Говорить о воскресении мёртвых с человеком, который не собирается пока умирать, ну, собственно, и он и слушать не станет, потому что у него другие планы – не умирать, а жить подольше. И у него на эту жизнь земную вполне такие определённые перспективы. А сейчас с ним начать говорить о воскресении мёртвых. Подожди, скажет. Придёт время, вот когда меня болезнь уже такая серьёзная, уложит на постель, приходи, поговорим. А сейчас нет. Нет. Не ко времени этот разговор. Но никто же из нас не знает, когда это время придёт. Один встретит свою смерть на болезненном одре, другой, совершенно не ожидая где-нибудь в пути, третий вечером ляжет в здравии, а утром уже не сможет встать. Ну и так далее. Мы же видим, как по-разному Господь людей призывает. В какие моменты жизни. Ведь совсем не обязательно, чтобы человеку исполнилось 87 лет, чтобы он уже давно болел, чтобы у него уже был диагноз от врачей неисцельной болезни, чтобы все признаки были приближающейся смерти. Да и такие люди не очень-то склонны поговорить о жизни вечной и о воскресении из мёртвых и вообще о смерти. Тема смерти людей очень и очень раздражает, потому что человек понимает, что смерть лишает его всего привычного и комфортного, к чему он здесь прилепился на земле. И поэтому зачем говорить о неприятном? Но говорить всё время о чём-то пустом, но оно как-то странно. Хотя люди навыкают и могут, ну, не то чтобы часами, а вообще днями, неделями, месяцами, годами, ну, об одном и том же. И как-то не надоедает, потому что люди живут пустой жизнью. Вот представим себе, что нет воскресения из мёртвых. Ну, тогда всё. Тогда нужно с завтрашнего дня начать жить по принципу рекламы, которая одно время была очень популярна. Бери от жизни всё. Вот всё, что тебе захочется побольше и поскорее, потому что, может быть, кто-то возьмёт за тебя. Поэтому ты давай и хитри, и обманывай, и вообще делай всё, что хочешь, потому что кончится твоё время, и всё. Тебя нет и больше никогда не будет. Но есть жизнь вечная. И вот наше религиозное чувство, которое присущно каждому человеку, и не только воцерковлённым, не только людям верующим, вообще всем, оно заставляет людей поступать, как бы доказывая то, во что они не верят. И если смерть – это полное разрушение всего человека, и телесной его оболочке, и душевной, и духовной, и что после смерти нет ничего, то какой смысл ездить на кладбище? Ну, какой? Там же нет ничего. Ну, нет. Ну, это просто память о человеке, который был мне дорог в земной жизни. Нет, это не просто память. Это есть некое такое чувство, связывающее человека живого и умершего. Люди не могут объяснить свойства этого чувства, но они им движимы. И поэтому, когда храмы в советское время были закрыты, их было совсем немного, и невозможно было на Пасху попасть в храм. Люди ехали на кладбище, автобусы выделялись, и люди ехали с тем, чтобы вот это чувство религиозное, живущее в них, каким-то образом реализовать. Поэтому есть воскресение из мёртвых, есть. И мы должны проживать нашу земную жизнь так, как будто это может настать уже сегодня. потому что и так бывает. Человек со всеми прощается. Ну, до завтра. А завтра, а чего-то его нет, чего он не пришёл. Ты представляешь, умер. Как умер? Да он же вчера был здоровее всех нас вместе взятых. Да вот так вот, что-то такое. Ночь его прихватила, скорая приехала, в больницу отвезли, и не смогли ничего сделать. А что случилось-то? Врачи сами пока не знают. Ну, потом напишут некое такое, ну, официальное заключение, там какой-нибудь тромб оторвался, там или ещё что-нибудь, ну, чтобы дело это всё закрыть, и, собственно, и всё. А на самом деле причина в том, что Бог позвал. Бог счёл, что всё. Человеку должно в этот день перейти от земной жизни к вечности. К вечности. И эта вечность, она разная. Сотворшее благая воскреснут воскрешение жизни, а сотворшее злая воскреснут воскрешение суда. Все воскреснем, все. Только по-разному. Одни наследуют вечную радость, а другие – тоску, уныние и отчаяние. Вечное. Потому что на что ещё надеяться? Если здесь ещё человек может надеяться на помощь Божью, на людскую милость, на какие-то молитвы церкви, то там-то как. Человек избрал некий для себя финал и наследует его. И вот Господь очень хочет, чтобы мы с вами, пройдя вместе с Ним крестный путь до Голгофа и встретив его светлое Христово воскресение, чтобы мы возрадовались так, как никогда в жизни не радовались. А эта радость возможна только если мы всю свою жизнь совокупим с нашим Господом. Всё во славу Божию. Вот это девиз нашей жизни должен быть. Всё во славу Божию. А если что-то не во славу Божию, оно мне не надо. Да, у нас много всяких привычек, у нас много всяких таких особенностей, но нельзя же жить бездумно, потому что быть с Богом хочет каждый, а пожить здесь ради Бога как-то вот нет. Ну, нет. Много чего хочется, а это хочется, оно далеко отстоит от того, что ждёт от нас Бог. И вот человек начинает внутри себя лукавить. Ну, я по-другому не могу, но у меня не получается. Ну, и много всяких других оправданий. Для того, чтобы вот это своё хочу, ну, как-то при себе оставить. Но это же не во славу Божию. Ну, не во славу Божию. А значит, оно может быть и порочить Бога. И вот очень важно нам с вами научиться за этим наблюдать. Мы с вами пришли в церковь, потому что уверовали. И мы остались здесь в церкви, потому что для нас это стало важным. То, что здесь происходит, то, о чём здесь говорят, то, к чему нас призывают, то, о чём мы слышим со страниц Евангелия, мы это восприняли, это стало для нас жизнью нашей. Многие люди так и говорят, да я уже без храма не могу жить. Но должна быть не только тяга прийти в храм, а у нас должно быть тяга праведной жизни во Христе. А это возможно, только если мы с вами изо всех сил будем противиться нашей греховной привычке. Но если всё-таки привычка нас победит, то нет нам части со Христом. Иуда, как и остальные ученики, до последнего ходил за Христом и числился среди ближайших его учеников. И чудеса через него творились Богом. И проповедовал, и больных исцелял, и прокажённых очищал. Ничем Бог его не умалил перед другими, но вот взял и отпал. Потому что что-то такое человеческое, греховное, им любимое, в нём возобладал. Он не смог переступить через это человеческое. Он этому поддался. И даже потом, раскаившись, Он уже ничего не мог изменить. Вот и с нами может такое произойти. Мы всё время поддаёмся человеческому какому-то пристрастию. И вроде бы проживаем жизнь вот рядом со Христом, как и Иуда тоже. И Господь его не гнал. Хотя видел в нём семя тли. В его душе склонность к предательству. И даже на тайной вечере Господь пытался ему помочь. Может быть, словами Христа о том, что он знает, кто его предаёт, вразумится несчастный Иуда. Может быть, от стыда покраснеет и скажет, Господи, прости за мои лукавые такие мысли. Но ведь нет, не смог. Нам кажется, ну уж я-то точно смогу. Да ничего подобного. Мы видим, как крепко нас держат греховные привычки. И, к сожалению, хотя мы в них каемся, мы их не оставляем, а надеемся на воскресение, жизнь вечную. Но там же нет места нашим греховным привычкам, если и говорить о жизни вечной. Она другого качества, другого свойства – это жизнь. Там нет места греху, нет места лукавства, неправде, зависти, сплетням. Ну нет, места осуждения, ну нету. А человек без этого ну никак не может. Некоторые вот так говорят, ну не могу я, ну вот так у меня получается, вот такой я плохой. Ну да, сам человек стать другим не может. Бог может. И Бог исцелит и очистит того, кто будет греху постоянно противиться. А тот, кто ему подчиняется и только ублажает свои страсти, ну и, собственно, и нет ничего. Поэтому, если уж мы хотим воскреснуть со Христом, давайте будем готовы и пострадать со Христом. А то вот на страдания как-то немногие согласны, только хотят прийти к моменту раздачи даров. О, что-то там дают. Кто тут последний? Я в очереди. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы эти дары воспринять от Бога? Нет? Тогда иди сначала потрудись. Жизнь со Христом, она полна страданий, как и Его земная жизнь. Посмотрите, как Он говорит, Сын человеческий не имеет даже, где главы подклонить. А мы хотим жить богато, долго, здорово, без всяких проблем и трудностей и из этой сытой, довольной жизни потом воскреснуть в жизнь вечную. Боюсь, не удастся, потому что многими болезнями и скорбями надлежит вам войти в Царствие Небесное, говорит Господь. И вот нам надо не бояться этих страданий. Они будут. И вот любое страдание ради Христа будет нас приближать к тому, что мы сегодня празднуем, к воскресению для вечной жизни. Поэтому не надо бояться трудностей. Бояться надо греха. Он убивает человека. Он убивает. И мы это видим как раз на примере учеников Христа. Пётр был близок к гибели, но покаялся. И Господь его восставил. Иуда был близок к спасению, но не покаялся. И навечно погиб. Вот нам надо с вами об этом постоянно себе напоминать. Воскреснем все. Это закон Божий. Но для чего воскреснем? В каком качестве? Будет зависеть от качества нашей души на момент перехода из этой жизни в вечность. Как Господь говорит, в чём застану, в том сужу. И вот важно нам всё время наблюдать, в каком состоянии мы с вами находимся. Вот если сейчас, вот прямо сейчас, вот раз и передо мной ангел. Пойдём. За тобой послан. Как? Вот так прямо сейчас? Да, говорит, прямо сейчас. А вещи собрать можно? Нет. Вот что с тобой, с тем и пошли. И вы знаете, невозможно к смерти подготовиться. Вот так, чтобы её не страшиться, и так, чтобы её воспринять бестрепетно. Потому что смерть – это противоестественное состояние человека. Бог же её не создавал. поэтому и страшно. Но страшно вдвойне тем, кто от Христа отошёл, кто предался греху. И хотя и страшно, и трепетно, но радостно тем, кто ко Христу прилепился всей душой и всем своим сердцем. И вот Господь очень желает каждому из нас прилепиться к Нему. И не страшиться ничего. И пройти с Ним этот крестный путь, который мы будем вспоминать на предстоящей седмице, до конца. Ибо помните, как Господь сказал, претерпевый до конца, тот спасён будет. Помоги нам в этом, Господи. Аминь. Аминь.